Приветствую вас. В чем-то, наверное, мой ответ будет перекликаться с ответом коллеги Сергея Ельченко, потому что, в принципе, его позиция в некоторой степени созвучена моей. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что в силу того, что вы единственный и поздний ребенок, у вас есть определенные ограничения. И вот эти ограничения, они, наверное, и являются тем, что мешает вам жить и действовать так, как вы хотите, а не так, как, к примеру, ну, как хотят родители ваши, да? Смотрите. В чем ограничение? Вы пишете, что единственный способ доказать родителям – это иметь свой доход. Нет, нет и еще раз нет. Единственный способ доказать родителям – это просто брать и ставить их перед фактов. что мама, я сегодня домой не приду. Мама, папа, я сегодня домой не приду. Все. Понимаете, в чем дело? Аноним. Вы ведь сейчас не берете ответственность на себя за скандал, который у вас происходит с родителями. Вы опускаете тот факт, что в этом скандале участвуете в том числе и вы тоже. Понимаете? Какая история. И как бы это первая проблема, что вы, по факту, не можете просто поставить родителей перед обстоятельством, что вот я не иду и все. Не участвовать в спорах, не участвовать в скандалах, не пытаться как-то что-то доказать им и так далее. Да? То есть, как бы доказывать вообще, ну, то, что в принципе никакого смысла не имеет. Вот, знаете, вот в принципе, вот в принципе никакого смысла не имеет то, что вы делаете. Знаете? Потому что родителям старые доказки вы ничего не докажете. Вообще любому человеку вы ничего не докажете. Доказать это нереально. Вот. Это первое. Значит, второе. Значит, как вам так сказать? Родители, они чувствуют, что, когда вы с ними спорите, вы пытаетесь, именно у них, как бы, согласие вымелось. Типа, что, ну, Паша, ну, пожалуйста, ну, разрешите мне, там, к примеру. Да? Ну, Паша, пожалуйста, ну, типа, позвольте мне, там, остаться на нос. Понимаете? Они чувствуют это сомнение, и, и чувствуя это сомнение, они, ну, собственно, пытаются вот этот разочистить. Это все происходит на неосознаваемом уровне, что так, по сути. Вот. То есть, не нужно пытаться им что-либо доказывать, своим родителям, в принципе, а просто ставьте их перед фактом, и не участвуйте в скандалах. Которые, они устраивают, потому что, ну, вы, представьте себе, что человек один, один скандалов. То есть, вы только представьте себе эту историю, что человек, человек просто один. Вот он один скандал, ну, это же на грани юмора, на грани комичности. Да? То есть, человек один, просто, вот, один стоит, и один, там, кричит, орёт, там, и так далее. Ну, вы же понимаете, что так это, это не работает. Какая история. Поэтому требовать от родителей, а, значит, того, чтобы они поняли что-то, а, с одной стороны. И, с другой стороны, пытаться до них что-то донести, это очень, ну, очень опрометчивая идея. Другое дело, если вы, там, действительно, вот, в себе не уверены, да, и другое дело, если вы, там, к примеру, сомневаетесь в себе по какой-либо причине. Другое дело, если вам нужно их одобрение. Это совсем другой вопрос, абсолютно другой вопрос, что вам нужно их одобрение. И, в этом случае, в этом смысле, вам уже нужно, скорее, работать над собой. В этом смысле, в этом случае, вам нужно, скорее, развираться со своими страхами и, по сути дела, перестать быть, ну, ребенком. Который-нибудь вы сейчас являетесь, а перестать быть ребенком. А вот сейчас вы ребенок. Вы никто иной, как ребенок. Вот, к сожалению. Это неприятно, но это так. Это так. И вот, по сути, по сути, по сути, вот, это те решения, которые вам нужно принять. Посмотреть на средства, которые нужны для того, чтобы эти решения принять. Это уже немножко другая история. Это уже немножко другой разговор, да, посмотреть на именно решения. То есть, на средства, которые вам нужны, да, то есть, страхи, блоки и так далее. Вот. Задайте себе главный вопрос. Главный вопрос. А люди, как вы сказали сами, старые закалки. Если люди старые закалки, а на сколько их можно переубедить, ну, переделать? Как? Это долгий процесс. Это долгий процесс. Это непростой процесс. И это не процесс слов. Это не процесс заработка денег. Потому что заработок денег – это условие. То есть, типа, я работаю, да, я работаю, и значит, я имею на это право. Нет. Нет, это условность. Условность, она уже вам, скорее, будет нести вред, потому что, ну, появится такое ощущение, что вот я умею доходить, да, я имею право. Я не имею дохода, я не имею права. Это не так. Это не так. Если вы, вы, эээ, если мы говорим о том, что вы имеете право, то вы имеете право там делать всё, что хотите. Вот. Потому что не вредит вам и вашим родителям, другим людям. Всё. Никаких условий нет, в принципе. Понимаете? Какая позиция. Какая история. А так получается, что вы сами себе ставите условия. И вот эта условность, она, возможно, и не является одной из проблем. То есть, эээ, вы сами считаете, что вы недостойны, пока у вас нет заработка, того, что вы делаете. Родители это чувствуют и транслируют вам. Если вы измените отношения, и, эээ, скажете себе, ну, условно, условно, да, скажете себе, что, эээ, я имею право на, на то-то-то-то-то, потому что, вот, просто, просто, потому что я такая, я, я, я есть, да, то всё, как бы, эээ, проблем не будет. В этом, в смысле. Проблем в этом смысле, не будет. Никаких проблем, абсолютно. Вот. На мой, на мой взгляд, на мой взгляд, эээ, ну, в принципе, примерно так. Примерно так это работает. На мой взгляд. Мммм, вот, в принципе, ээ, то, то, что я хотел бы вам, наверное, сказать. Вот то, что можно вам сказать. Если у вас не получается, если вы действительно, если вы боитесь родителей, если вы не уверены в себе, если у вас есть такая вот некая условность принятия себя, обращайтесь, помойте мы разберёмся. Эээ, и, значит, добавим вам уверенности, повышимся на самооценку, уверенность в себе, научим с родителями разговаривать по-другому. Да. Вот. Эммм, ну, ещё я хотел бы сказать вам обязательно вот такую штуку, что, видите ли, вот, вы, вы не несёте лично. Личную ответственность за то, что происходит. Личную ответственность. То есть, что это значит? Сказ, вот, ээ, случается скандал. И вы говорите, скандал. Просто скандал. Вы не говорите, что это я устроил, ээ, участвовал в скандале, что родители участвовали в скандале, например. Вы говорите просто скандал. То есть, никакой личной ответственности нет. Никакого понимания того, за что отвечаю я, за что отвечаешь ты, нет. А это, это проблема. Потому что, без личной ответственности невозможно что-либо сделать. Понимаете? Понимаете? Вот. Такая вот история. Как мне, как, как мне видеть. На этом всё. Я надеюсь, что, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду отвечать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.